В селе Большой Моресево поезд здоровья уже второй раз. Первый был в мае. Врачи уже могут рассказывать о типичных заболеваниях в районе. Здесь в основном, как случайная находка, миома матки, киста яичника. Это чаще не говорит о том, что врачи плохо работают. Это говорит о том, что я же их спрашиваю, как давно вы были на приеме у гинеколога. Года 3-4. За 4 года может вырасти что угодно. Редко посещают врачей еще и потому, что до райцентра далеко. 34 километра по трассе. Автобус ходит трижды в день, но тем, у кого есть проблемы со здоровьем, на автобусе ездить тяжело. Только что на машине или такси вызывать. Таких же много престарелых. Все. Сидим все по домам. Сами лечимся, сами себя назначаем. Да. Ездим в Нижний. Там проходим все платно. Надо время взять. У нас тут не работает поликлиника. Надо в Украину было ехать. Попал бы через месяц ток. Спасибо большое. Приезжают к нам в Снежный Новгород. Приезжайте еще. Будем очень рады. Пока я очень довольна теми специалистами, которые оказывают нам посильную медицинскую помощь. Спасибо большое им. Пациентов лечат не только в автобусах, но и в школе. Там под медкабинеты переоборудованы кабинеты школьные. То есть условия классные. Оснащение позволяет оказывать помощь. Заболевания легких даже по флюорограмме мы можем определить. По маммографии также можем выявить те серьезные изменения, которые требуют направления женщин к онкологам. На местах, как в рамках поликлинического приема. Всю рабочую неделю поезд здоровья будет колесить по Лукаяновскому району. На очереди Шандрово и рабочий поселок имени Степана Разина. Александр Быков, Ренат Бекбаев. Время новостей.